Вархаммер. Вархаммер это настоящая субкультура. Мрачная, жестокая вселенная, где перемешалась как фэнтези, так и фантастика. Я довольно много говорил про Вархаммер на этом канале, но последнее время видосов по теме всё не было и не было. Дело в том, что не выходило ничего годного в рамках данной вселенной. И тут можно сказать, что вообще ничего годного не выходит, что всё кино по Вархаммеру «Дикий као» и смотреть его абсолютно не стоит. В общем-то, действительно, кроме нашумевшего ролика про суб, и чего мега годного последние года не выходило. Но всегда ведь есть какое-то творчество фанатов и ещё что-то. И именно поэтому я сегодня хочу сделать акцент на нескольких годных проектах по Вархаммеру. Я, это Роман, это «Грани реальности». С вас лайки, подписки и комментарии. За высшее благо и погнали! Первым на ум, конечно же, приходит фильм «Астартес». Очень годная, яркая и, как минимум, интересная короткометражка, которая своим величественным визуальным рядом затыкает за пояс всё остальное, что когда-нибудь выходило по этой вселенной. И пусть здесь совсем невнятный сюжет, но обилие крутого экшена, хорошая картинка и связывающая всё это воедино вязкая атмосфера того самого Вархаммера делает данный проект одним из самых годных в рамках вообще всего, что выходило. И изначально это была фанатская работа, но уже после её завершения данный проект выкупил Games Workshop и разместила все серии на своём Netflix для бородатых мужиков. И, в общем-то, все остальные проекты, о которых я буду говорить, можно найти там же. Сервис этот называется Warhammer TV, и там выходят не только анимационные картины по Вархаммеру, но ещё и всякие трейлеры, видеоотчёты и много всякого такого. Впрочем, сегодня нам это не интересно. Кто интересен другой проект, который носит название «Экзодит». В визуальном плане он очень сильно уступает Астартам, зато выигрывает по масштабу происходящего. В рамках данной анимационной работы мы можем увидеть, как корпус смерти Крига сходится в безжалостной борьбе с Тау. В ходе повествования нам предстоит увидеть не только наземные бои, но ещё и схватки с использованием титанов и даже космическое сражение. Сюжет же присутствует здесь скорее для галочки. Тут есть какие-то персонажи, у них даже есть имена, но они абсолютно нисколько не запоминаются. А вот сцены, где идёт перестрелка громадных боевых роботов, очень даже. И кажется, уже даже по двум произведениям в рамках данной вселенной можно обратить внимание на одну смежную вещь. А именно на то, что сюжет тут как бы есть, но без него как бы можно и обойтись. Но чтобы подтвердить правила, давайте посмотрим ещё на один проект, который называется «Железо внутри». И знаете что? Тут история немного лучше, чем в двух предыдущих случаях. Ну а картинка в статичных кадрах выглядит даже так же, как в Астартес. Зато меняются стороны конфликта, и теперь это Имперская Гвардия и Тёмные Ильдары, между которыми в процессе повествования вклиниваются Железные Войны, то есть Космодесант Хаос. Праведливости ради, надо заметить, что в данном произведении сюжет хотя бы развивается в рамках трёхактной структуры, а между персонажами идут осмысленные диалоги. Да и идёт железо внутри, наверное, дольше, чем Экзодид и Астартес вместе взятые. Впрочем, не сказать, что это как-то сказывается на качестве. И тут имеется много странных операторских решений. Постоянная тряска камеры, прочие фишки псевдоручной съёмки. Но давайте двинемся дальше, потому что по Вархаммеру есть несколько полноценных анимационных сериалов. И если пресловутый Hammer and Bolter начинает превращаться из слайд-шоу с картинками и пафосным зачитыванием текста в анимацию где-то после десятой серии, и то делает он это с большой натяжкой, то вышедший не так давно Чёрный Коготь можно уже даже назвать настоящей анимацией. Правда, повествует он не о сорокатысячнике, как всё до этого, а о Пиаре Сигмара. Надо сказать, что выглядит всё происходящее на экране достаточно прикольно и сочно. А так как я небольшой любитель фэнтезийной части Вархаммера, то могу даже непредвзято оценить данный мультсериал. И да, конечно, он не вписывается в пантеон величайших фэнтези-произведений, но при этом Чёрному Когтю каким-то образом удается быть неплохим, вполне себе средним фэнтезийным мультфильмом. И да, по части анимации он много чему уступает, но смотреть всё равно интересно. И в этом аспекте любопытным образом вырисовывается другой анимационный сериал по Вархаммеру, а именно «Ангелы Смерти» и их спин-офф, но о нём чуть-чуть попозже. Тут создатели практически не заморачивались. Напихали довольно простых моделек, но при этом наложили чёрно-белый светофильтр, разукрасив все кровавые разводы красным цветом. И знаете что? Это сработало. И пускай сюжет вновь крайне далёк от шекспировских трагедий. Смотреть «Ангелов Смерти» интересно. К тому же данный проект отличается от других тем, то каждая серия может подтягаться в хронометраже с отдельными произведениями из этого ролика. И серия, как вы понимаете, тут не одна. И если в рамках основного повествования «Ангелов Смерти» разворачивается типичная история из Вархаммера класса С, то спин-офф с подзаголовком «Ориджинс» может даже удивить. Во-первых, подросшим качеством картинки, а во-вторых, более густой атмосферой того самого мрачного Вархаммера. Мрачной вселенной далёкого будущего, где есть место только войне. Кто-то, наверное, бы даже сказал, что здесь у нас имеется в наличии самый что ни на есть нажористый гримдарк. Но вот сюжет в спин-оффе... Это да, это просто зарисовки, которые вмещаются в 10 минут реального времени и рассказывают крайне примитивную историю. Впрочем, как вы помните, история — это не главное в произведениях по Вархаммеру, главное, что был пафос, гримдарк и какая-нибудь там кровища. А может быть эпик, взрывы и вот это всё. И данный аспект освещен в этих самых анимационных проектах достаточно хорошо. И, конечно же, каждое правило должно быть подтверждено каким-то исключением. В нашем случае этот проект будет называться «Дознаватель». Готический, потому что в Вархаммере всё готическое, почти нуарный, детективный боевик, который на протяжении практически двух часов рассказывает одну увлекательную историю, разбавленную несколькими флэшбэками. Честно сказать, среди всех перечисленных сегодня проектов, именно этот является моим личным фаворитом. Потому что именно он показывает, что в рамках Вархаммера можно рассказать абсолютно любую историю. Особенно если не сковывать себя рамками имперской гвардии, космодесанта, сил хаоса, а посмотреть на такую загадочную организацию, как имперская инфизиция. Именно поэтому у нас тут имеется пусть и предсказуемый, но достаточно лихо закрученный сюжет, хорошая красивая анимация, харизматичные герои, огромное количество едких диалогов, крутая озвучка и даже какой-никакой экшен. Видно, что создатели очень сильно постарались над своим проектом. И я бы с огромным удовольствием посмотрел еще что-то подобного толка. И конечно же, есть еще достаточно много разного рода проектов по Вархаммеру. Но они или не представляют никакого интереса, так как просто показывают достаточно крутые и пафосные бои, которые, к сожалению, лишены сюжета настолько, что даже все предыдущие работы рядом с ними кажутся шедеврами драматургии. Либо же проекты брошены своими авторами на произвол судьбы. И, к сожалению, к таким произведениям можно отнести лорда Инквизитора, вторых Астартес и много чего еще. Благо, кое-что все-таки находится в разработке. А именно, анимационный проект под названием Paria Nexus. И выглядит данный проект крайне многообещающе. Во-первых, потому что качество картинки, качество анимации на достаточно высоком уровне. Во-вторых, судя по трейлерам, проект будет обладать хоть каким-то сюжетом. Среди большого количества действующих лиц даже найдется место нескольким загадочным героям. Поэтому я с нетерпением жду, что же получится по итогу из Paria. А если вы смотрите этот ролик уже после того, как Paria Nexus вышла, напишите в комментариях, оправдались ли возложенные на нее надежды. О этом же я заканчиваю. С вами были Грани Реальности. Меня зовут Роман. Не зацикливайтесь на одной грани. Лучше посмотрите их все. Редактор субтитров А.Семкин